Представители знака зодиака рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте! Декабрь 2023 года. Второй прогноз – гороскоп. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но все же декабрь – последний месяц уходящего года, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. В декабре мы невольно будем словно оборачиваться назад, анализировать, сравнивать, какие были планы у нас в начале года, во что мы вкладывались, чем занимались и в итоге, что мы получили. Или каковы вообще были эти самые итоги, а нужно ли было в этом направлении столько сил потратить. Мы можем где-то анализировать для того, чтобы делать работу над ошибками, ну такую, может быть, виртуальную для нас самих. Это будет тоже важно. И вообще эти все размышления, которые касаются такого своего рода экскурсов в прошлое, они необходимы, чтобы сделать важные выводы. И, может быть, принять в чем-то окончательное решение, что дальше, куда я иду. Такое состояние будет обусловлено частично еще и ретроградностью планет. Вот эта планетарность, она на нас тоже оказывает действие, потому что две планеты, это серьезные планеты, как Юпитер и Уран, которые находятся в знаке зодиака Телец. Они уже в течение последних месяцев в ретро-движении. А любое ретро – это такое доживю и возврат где-то назад. Но 13-го числа еще и Меркурий присоединится, и он будет в ретро-движении в знаке зодиака Козерог. И, надо сказать, в 2023 год начался с ретро-движения Меркурия в знаке Козерог. И завершается точно так же. Неизбежен какой-то анализ нашего прошлого, как минимум в разрезе этого года, что я делал или делала, чем занималась или занимался, какой эквивалент или КПД от этого получил. Вот это все будет очень важно. Для чего? Для своеобразной перезагрузки на последующий 2024 год. У нас сегодня две колоды. Давайте узнаем. Колоду золоченого таро мы будем добавлять после, как разложим колоду таро иллюминатов. И вот по основным сферам жизни, когда мы будем смотреть, мы поясняющими картами достанем еще и золоченого таро. А первый у нас пройдет по основным вопросам. И первый, как обычно, важное событие или что важно знать, что для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, будет в приоритете на декабрь. Может быть, в целом фон месяца или вашего настроения. Вторую карту достанем, что будет вас радовать, что будет помогать в декабре. С какими неожиданностями вы можете столкнуться. Такую карту достанем. А какие возможности для вас открываются, мои дорогие рыбы и рыбки. Достанем еще такую карту, как что скрыто. Чему не придаем значения, а может быть от нас что-то скрывают. Давайте проясним ситуацию. Вот так, виртуально. Может быть, потом вы что-то додумаете. И кто знает, подсказка будет. И основные сферы жизни, как мы заявили, дела работы, бизнес. Энергии смотрим. Что по энергии денежные у нас узнаем. И личная жизнь. Итак, первая карта. Что же в приоритете? Карта жадины. И правильно. Самая правильная карта в преддверии Нового года. На декабрь. Почему нет? Ну, где-то может быть такой момент, когда, если раньше я так вот, как с барского плеча, или широким жестом мог делать какие-то траты, подарки, а теперь рыбы и рыбки посчитают и скажут, ну нет, баста. Ограничусь чем-то, ну, как знак внимания. Этого достаточно. Вы больше на сохранение. Сохранение своих позиций, сохранение своих финансов. И это обусловлено тем, что для чего-то вам это нужно. Есть какой-то план. Может быть, этих планов не один. И вы пока еще не определились. И поэтому, как бы, траты будут, ну, преждевременные. Хотя карта нам в целом говорит. Четверка Пентакли – это карта якоря. Когда у вас все под контролем, когда все стабильно, те деньги, которые вы ожидаете, вы их получите. По этой карте мы сохраняем свое доброе имя, свой престиж, мы сохраняем свой статус. Одним словом, все то, чего мы добились. Мы собой не рискуем. Это точно. А вообще стабильный сам по себе период жизни – декабрь. Давайте мы узнаем, что же будет радовать. Ну вот, если четверка Пентакли нам не говорит о динамике, то карта повешенного говорит как раз о паузе какой-то. Ну и декабрь-то месяц. Часто уже с середины месяца наступает какая-то сама по себе пауза, неспешность. Может быть, мы больше просто на личную жизнь, семейные вопросы, наше благополучие. Но сказать, что есть какая-то динамика по работе, ну, по бизнесу, смотреть, чем вы занимаетесь, безусловно. Но есть остановка. Или, может быть, это как задержки с чем-то. Вы распланировали одно, а тут у нас получается, ну, какой-то другой идет эквивалент по времени. Но мы смотрим, что будет радовать. Кстати, по этой карте, что у нас, если в этой позиции мы рассматриваем именно карту повешенного, у нас есть тупик, правильно? И что будет радовать? Для кого-то из вас выход из какого-то тупика или ситуации тупиковой, или завершение той ситуации, когда мы что-то ожидали в течение декабря. Вы разберетесь, стоит ли этим заниматься или нет. Или действительно, мне не сказали ни да, ни нет, а я сижу и жду. Стоит ли заниматься, может быть, тем делом, которое какое-то мутное, непонятное, и я потом могу оказаться в роли жертвы. Я потом буду отвечать за что-то по прошествию времени. Такое бывает. Вот здесь вы будете, видимо, анализировать. Нет желания с собой рисковать. И будете очень расчетливо продуманными. И это будет правильно. Потому что по аркану повешено вот как раз не быть в роли жертвы или не согласиться на мутные какие-то предложения и сделки, когда даже по прошествию времени приходит какой-то, да, как мы говорим, обратный вариант или бумеранг к нам прилетает, и мы один на один решаем какую-то задачу. Вообще, надо сказать, все, что сопряжено с риском или где-то через азарт с какими-то мутными сделками, на последующие, смело говорю, 20 лет не прокатит, мои дорогие. Пусть пройдет лет 5, обратно прилетит. Потому что у нас Плутон будет в водолее. Как будто мы не уйдем от чего-то, понимаете. Поэтому рисковать собой определенно не стоит в ближайшие десятилетия, не то что месяцы или годы. И, может быть, вы, люди интуитивные, можете прочувствовать, что, ну, какой-то есть подвох в том или ином деле. Дай-ка я соберу информацию, дай-ка я все просчитаю. Ведь это позиция, что будет радовать, когда вы найдете выход из какого-то положения или найдете информацию, когда не получится вот в таком зависшем состоянии либо вас туда, ну, как бы приобщить к такому непонятному делу, либо вот то, что стояло на паузе, вы тут тоже определитесь. Может быть, это то, как с начала года какой-то вопрос тоже тянется, и я долгое время не мог принять решение. Может быть, и в течение года. Но, видимо, тайное становится явным. Или то, что было двойственным для вас в декабре, станет очевидным, мои дорогие. Давайте посмотрим, с какими неожиданностями мы можем столкнуться. Мы можем столкнуться с человеком, который умеет сказать «нет» про образ Юдефи, с тем человеком, который может словно отрезать, правда, отказаться от чего-то. Или для нас это все-таки неожиданно может быть, когда нам кто-то скажет «нет», мы получим отказ. Я не могу сказать, что по этой карте идут, например, врачи, да. Но у кого-то это может проиграться по мечевым картам двора. Чаще это по королю бывает. Но иногда это может быть и по королеве. Какие-то вопросы связаны, ну, именно с вашим здоровьем. Может быть, вы захотите проходить обследование, да, или нужно будет что-то сделать. Часто, знаете, по этой карте идет то состояние, когда мы отказываемся от чего-то сами и готовы учиться чему-то новому. Иногда именно какое-то новое обучение проходит по этой карте. Почему? Потому что мы… А тут еще и карта повешенного, именно в позиции, что будет радовать. Потому что мы понимаем, какая это наша часть жизни, или тема, которой мы занимались, или пусть это касается работы, бизнеса, мы словно закрываем. И для того, чтобы что-то осуществить, нам нужно добыть знания. И вы будете в этом ключе где-то, может быть, как неожиданность. Вот, может быть, вот та ситуация, которая по повешенному, я сказала, была двойственная, у вас она теперь однозначно ясна, понятно, и вы будете принимать те какие-то решения. Или вы, может быть, решите обучаться, или в каком-то новом направлении двигаться, которое еще месяц назад вы где-то не предполагали. Или если и предполагали, ну, это была такая эфемерная идея, а здесь придет окончательное решение. Давайте мы узнаем, какие возможности. Все возможности для вашего статуса. Изменить статус, качество жизни. Посмотрите, у вас карта императора. Правда, выйти из подвешенного состояния. И даже это может быть новая деятельность, трудовая, новое хобби. Какой-то креатив, или, может быть, ваше творчество, которое вы тоже решите перевести в какую-то монетизацию, каким-то образом о себе заявить миру. Такое тоже может быть карта власти. или с обучением что-то поменять и начать обучаться тому, чему раньше не собирались. В конечном итоге это тоже для вас будет новый статус, новые возможности. Возможности, ну, наверное, себя как-то по-другому даже ощутить, выйти из какого-то замкнутого круга. Для вас что-то станет ясно, точно. Для вас, может быть, в этот период все-таки император иногда говорит о провластных структурах, о высоких чиновниках. Значит, какие-то документы вы можете оформить окончательно. Что-то сделать для себя через, может быть, наши законы, с кем-то договориться. Я бы сказала, по карте император поставить собственную самореализацию на первое место и словно события декабря вас к этому могут еще и подталкивать. Давайте мы узнаем, что скрыто. Ну, нет ничего, что могло бы быть скрыто. Пауза, нам говорят, ожидания. Может быть, вот какой-то период ожидания и неспешности вам помогает с чем-то разобраться. Может быть, это будут сомнения, когда в какой-то период, когда вынужден или вынуждена, ну, где-то дожидаться денег, например. Хотя тут, может быть, сам по себе период, когда вам пообещали, вам, кстати, это может не понравиться. Я думаю, это не для всех проиграется. Но кого-то, может быть, по работе, например, да, или, может быть, не только по работе. Вам пообещали деньги, может быть, вам должны даже деньги и уже пообещали вернуть, а будут какие-то задержки. Или я бы сказала, мои дорогие рыбы и рыбки, все-таки карта жадина о чем еще может говорить? Деньги в долг не даем, правда? Нескоро мы их увидим. Это факт. Поэтому из лучших побуждений, что я хочу кому-то помочь, а вы действительно можете, то не рискуйте где-то своими финансами. Это точно. Иначе какая-то пауза. Знаете, как может быть? И вы одолжили деньги, и человек не вернул. И где-то по вашим доходам тоже могут быть задержки. Поэтому финансы вот так, как по четверке Пентакли. Дела, работа, бизнес. Правда, какая-то самореализация, не случайно у вас выпадает карта император. Туз Кубков. Ну, наверное, благодаря вашей дипломатии даже острые какие-то углы вы обойдете, сделаете так, как вам нужно. Вы, детей, из какого-то сложного положения, с чем-то вы определитесь, с кем нужно, договоритесь. Самое главное заниматься тем, что вам нравится. Туз Кубков – это все-таки эмоции. И здесь как будто дела, работа, бизнес, учеба, может быть, да. Нас все абсолютно радует. Вы, правда, словно находите центр собственных интересов в декабре. Ну, как-то так. И причем с какой-то реализацией. Уже в декабре вы будете видеть, вас что-то будет вдохновлять. И это само по себе здорово. Что по финансам? Хотя по финансам нам уже тут рассказали, восьмерка Кубков. Кто-то из-за финансов будет как раз искать новые пути, источники заработка, и уйдет с прежней работы, потому что будут варианты как раз более лучшие, интересные. Для кого-то из вас окончательное решение я буду, опять же, учиться, чтобы изменить, как и свой статус, чтобы заниматься любимым делом, и чтобы где-то чувствовать себя более свободным, более достаточным, в том числе и через эквивалент денег. Все-таки деньги – это способ взаимодействия с миром. Кто-то из вас захочет съездить в путешествие, правда, или придется куда-то отправиться, чтобы решить тот или иной денежный вопрос на месте, обговорить что-то. Иногда по этой карте, по восьмерке Кубков, проходят, знаете, когда мы ищем пути из очень сложной ситуации материальной, и мы как будто находим. Но об этом нам уже тоже где-то сказали. Важное решение. Если вы стояли, словно на выборе, по восьмерке Кубков, у вас тоже будет возможность принять, будет из чего выбирать. Но самое главное, посмотрите, не будет как прежде. Человек нам показан, который повернулся спиной уже, и уходит от тех Кубков, ведь тут они, возможно, и полные, но он как будто не хочет оборачиваться. Вам захочется другого качества жизни. И это будет основной побудительный мотив для того, чтобы что-то в своей жизни начать менять. Я не могу сказать, что вы тут прямо как-то резко с какими-то переменами в декабре. Все-таки у нас идет четверка Пентаклей. Но вот так, видимо, плавно, постепенно вы разворачиваете ход своей личной истории, личных достижений, личных планов в сторону благополучия, благосостояния. И, правда, тут могут быть такие решения, которые бы, если оглянетесь назад, в январе вы, возможно, такие бы и не приняли, как примите теперь в декабре. Личная жизнь. У кого-то из вас будет стоять на повестке дня переезд куда-то далеко или планы на самореализацию по тройке жезлов. Это и есть где-то как и карта прогресса, как и нашей самодостаточности, так и новые планы на будущее, новая работа, новая карьера. Но тут все сразу. Для кого-то из вас, может быть, вы получите такое известие, когда вы засобираетесь в путь и начнете учить языки, вполне вероятно, с учетом, опять же, королевы мечей. Может быть, работа. Кстати, по этой карте может проигрываться в IT-сфере работа или где-то там связанная, может быть, интернет. Все-таки у нас тут пространство и аж пять кораблей. А корабль – один из символов Меркурия. Так вот, Меркурий где-то за IT, за интернет. Вот он, эта планета тоже отвечает, поэтому эта тема для кого-то из вас может быть очень близка и она вот где-то в вашей самореализации будет вам помогать. Поэтому тут у каждого по-своему, кто-то с семьей начнет или задумается, не переехать ли нам? Почему нет? Может быть, и не очень далеко. Может быть, улучшить, просто сделать жилье более комфортным, да? Но самые разные планы или что-то вы вместе будете тут думать. Давайте мы посмотрим. Нам сказали, туз кубков на работу, на дела, в целом, какая-то реализация и получение того эффекта, который нас порадует. Тут более-менее все понятно. А вот с восьмеркой кубков с деньгами как-то непонятно. Поэтому давайте мы посмотрим на основной источник дохода и дополнительный, если он есть таковой. Итак, мои дорогие рыбы и рыбки, основной источник дохода. Что? По денежкам в декабре. По пятерке Пентакли, правда, у кого-то может быть так, обещали одно, а по итогу что-то задержали. И будет побудительный мотив как-то выйти из создавшейся ситуации, уйти как и от недопонимания, так и от недостатка финансовых средств. Может и работа нравится, а финансы так себе. Вот именно поэтому для кого-то может проиграться четверка Пентакли. И я вынужден, ну, экономить, может быть и так. Давайте мы посмотрим на дополнительные источники. А вот тут как раз шикарно. Знаете, мои дорогие рыбы и рыбки, тут, конечно, для кого-то помощь, помощь близких, получение денег по дополнительной какой-то вашей профессии или роду занятости. Может быть, как, ну, есть одна работа и есть ваше хобби. Тогда то хобби, которое, если оно монетизировано, или пассивный доход. Безусловно. Шестерка Пентакли это одна из лучших карт Колодина. Деньги на работу. Так вот, если мы про работу, про хобби, про творчество, определенно этим стоит заниматься. Когда работаем сами на себя, вообще, вот тогда, как будто эквивалент, заработка у вас будет больше. А вот там, где мы больше ожидаем, ну, тут будем где-то довольствоваться тем, что нам дадут. А вот, тем не менее, без денег вы не останетесь. У вас, так или иначе, даже если одна работа или одна пенсия, мои дорогие рыбы и рыбки, вас порадуют. Может быть, в денежном эквиваленте какие-то подарки вас ждут или какая-то помощь, деньги у вас будут. Но вот те, кто интересуется, вот именно какой-то новой деятельностью или занимаются творчеством, ремеслом, вот тут у вас более чем. Вы останетесь довольны. Более того, это прогресс на 2024 год. Давайте мы также раскроем личную жизнь для тех, кто в паре. Или семейный вы, или просто вместе проживаете. Ого! Но у вас вообще в принципе сильная позиция. Как вы захотите, так и будет. Единственные эмоции на коротком поводке. У нас лев как будто на цепочке сидит. Но лев про образ наших эмоций. И значит, где-то сама карта по энергетике больше, как у мага. А мага это совсем не про эмоции. Ну да, где-то быть дипломатом или, может быть, не держать нейтралитет. Но вообще будет все так, как вы захотите. Сильная позиция. Может быть, вдвойне, потому что еще и такая шикарная карта, как тройка жезла. Карта будущего, карта перспективы. Значит, все перспективно, так как вы захотите. Давайте мы достанем для тех, кто в сложных отношениях. Девятка кубков. Здесь нам слово про деньги. И для кого-то это будет означать, что мне сейчас не до того, чтобы сложные какие-то отношения разруливать или мучиться в догадках. У меня сейчас что-то очень важное по части самореализации. Хотя, я честно могу сказать, кого-то из вас могут задобрить подарком, прямо скажем. Или это вы можете... Все-таки у нас Девятка Пентакли... Ой, извините, кубков. Она как раз говорит не о чувствах. Нет, тут у нас показано человек, который владелец ресторана. Вообще, почему я говорю самореализации. Но это еще и материального. Довольствие. Карта. Вот именно довольствие и удовольствие. И тут, когда мы можем себя даже побаловать, так вот, или вас побалуют, или вы будете кого-то баловать. Но чтобы какой-то, может быть, гордив узел в ваших отношениях разрубить словно, да, или закопать топор войны куда-то, чтобы найти взаимопонимание утраченное. Такое тоже может быть. Но опять же, все в вашей власти, мои дорогие. И для тех, кто один или одна, на декабрь давайте узнаем, что нам скажут карты, как они видят для вас новое знакомство. Король Пентакли. Ну, вы знаете, да, конечно, мы можем, вы можете, точнее, познакомиться с человеком, причем человеком статусным. И неважно, кто меня смотрит. Если меня смотрят девушки, то это тот человек, ну, буквально, часто короли Пентакли обозначают людей, которые в последующем могут стать нашими близкими, родственниками, супругами. И если меня смотрят мужчины, ну, может быть, такая самодостаточная девушка, женщина, которая, ну, умеет создать быт, умеет из хаоса создать порядок, умеет заработать деньги, умеет, как и статус свой, и достичь, и сохранить, которая где-то ценит благополучие, уют, комфорт, и которая собой не рискует. Может быть, для вас эта энергия будет необходима, или вы пошли решать какие-то вопросы, и вы познакомились, у нас дела работы, бизнес, то скупков выпадает, у кого-то может быть знакомство, почему нет. Нам не говорят о великой любви, увы, об этом не говорят, но в принципе нам выпадает конкретная карта, персональная, поэтому я могу сказать, что знакомство теоретически состояться может. А дальше уже, наверное, будет видно, кто знает, но хотя и для кого-то из вас, мои дорогие, это будет означать, опять же, самореализацию, потому что по королю Пентакли это люди, которые сделали себя сами. Вы можете уйти в обучение, в работу, в какие-то свои планы, изучение каких-то наук, чего угодно, с головой, и где-то отодвинуть на задний план личной жизни. Кто-то из вас и так может поступить. У вас сильная позиция в любом случае. Как вы захотите, так и будет. Но с финансами как будто проблем в любом случае нет, вы остаетесь довольными, но на повестке дня что-то очень важное, на повестке месяца даже, как в последующем ваше качество жизни. И где-то вы закладываете уже в декабре своими правильными решениями. Ваша задача быть императором. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.